В эфире телеканал Адисна ТВ Новости. В студии работает Ксения Соколова. Здравствуйте! Главные темы сегодня. Воспитанникам спортивной школы продемонстрировали работу пожарной техники. Совместная акция сотрудников ГИБДД и молодежи Десногорска. Мы любим делать добрые дела. Не стесняетесь, не боитесь подходить? Нет. Это как бы новый опыт. В рамках проведения месячника по пожарной безопасности на территории городской спортивной школы прошел смотр аварийно-спасательной техники. Мероприятие проводилось совместно с 15-й пожарной частью Десногорска. Спасатели рассказали детям об устройстве необычной техники. Тут у нас сидит начальник караула. Это я! Главной машины. Два детства и также четыре бойца. Тут у нас четыре бойца сидим. Кроме знакомства с пожарной машиной, дети совместно с инструкторами поговорили о причинах возгораний. Вспомнили правила пожарной безопасности и номер службы МЧС. А опытный сотрудник в защитной одежде продемонстрировал на практике возможности личного снаряжения. Эта маска предназначена для дыхательных путей, непригодной для дыхания среде, а также для спасания людей и проведения аварийно-спасательных работ. Также бойцы пожарной группы инсценировали вызов дежурной бригады на место возгорания. Провели боевое развертывание пожарного шланга и пустили воду. Главными зрителями экскурсии стали ребята от семи до десяти лет. По мнению пожарных, знания о технике безопасности необходимо прививать как можно раньше. Прививать надо с детства, конечно, чтобы они понимали, что игра с огнем – это не детские шутки. Что за эти шутки гибнут люди, строение, сооружение, трава горит. Получается, огонь не прощает никому ничего. Знакомство школьников с работой спасательной службы проходит ежегодно. Обычно для этого организуются экскурсии в пожарно-спасательные подразделения. На формате выездной демонстрации мероприятие проходило в первый раз. Дети – самые уязвимые участники дорожного движения. Когда они находятся в салоне автомобиля, их безопасность целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Привлечь внимание водителей к этой крайне важной теме призвана акция «Ребенок-пассажир». Здравствуйте! Мы, Российское движение школьников, проводим акцию «Пристегни ребенка». Это вам памятка? Спасибо. Пристегивайтесь сами и вашего ребенка. Профилактическое мероприятие было проведено 22 апреля. Вместе с сотрудниками ГИБДД волонтеры первой школы рассказывали водителям о том, как сохранить ребенка в безопасности, передвигаясь вместе с ним на автомобиле. Речь шла о специальных приспособлениях. У взрослых это ремни, а у малышей специальные детские кресла. Также участники акции вручали автомобилистам оригинальные памятки. Мы любим делать добрые дела. А не стесняетесь, не баетесь подходить? Нет. Это как бы новый опыт. Попытаемся подходить к машинам. Опыт общения с людьми. Такие мероприятия проводятся не только для профилактики, но и для выявления нарушителей правил дорожного движения. Одним из них стал водитель, которого остановил инспектор ГИБДД. На заднем сидении автомашины были дети без каких-либо удерживающих устройств. Было остановлено транспортное средство, водитель которого нарушил пункт правил 22.9, а именно перевозил ребенка, детей до 7 лет без специальных детских удерживающих устройств. Согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, водитель был оштрафован на 3 тысячи рублей. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»